Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Георгиевич Добыкин. Мы с вами на библейском портале экзегет. Мы с вами продолжаем читать книгу Юдифи. Книгу неканоническую, книгу таинственную. Почему? Потому что в этой книге названы известные люди, известные времена. Но когда начинаешь проверять описание в этой книге с тем, что было на самом деле, оказывается, что ничего подобного с этими персонажами не происходило. Поэтому экзегеты считают, что за историей, которая так открыто написана, скрывается другая история. И задача толкователя эту историю связать с действительностью. Хорошо. Итак, пятая глава. Давайте вспомним, что было раньше. Значит, Набухудоноср отправляет своего начальника Алаферна захватить, либо уничтожить, либо подчинить разные города. Евреи тоже должны быть подчинены. И перед евреями выбор, вернее, два выбора. Что делать? Даже три. Первый выбор – можно начать воевать и, скорее всего, погибнуть. Второе – это подчиниться. Но тогда Алаферн по приказу Набухудоносру уничтожит храм и заставит евреев поклоняться Набухудоносру как богу. Ну и третий – это надеяться на бога. Конечно, воевать, конечно, сопротивляться, но все равно надеяться на бога. И пятая глава нас переносит в стан к Алаферну. И Алаферн готовится воевать с Иудеей и Иерусалимом. Между тем, Алаферн, военачальник войска Ассирийского, дано было знать, что сыны Израиля приготовились к войне. Заложили входы в Нагорную страну и крепились стенами всякую вершину Высокой горы, а на равнинах устроили преграды. Он несколько раз гнивался и призвал всех военачальников Моава и вождей ОМОНа и всех правителей Приморской страны, сказав им, скажите мне, сыны Ханаана, что это за народ, живущий в Нагорной стране, какие обитаемые ими города, много ли у них войск, в чем их крепость и сила, и кто поставлен над ними царем, предводителем войск, и почему они больше всех, живущих на Западе, упорствуют выйти мне навстречу. Хорошо, ну давайте здесь разбираться. Значит, евреи действительно пытаются сопротивляться, а в четвертой главе сказано, что они еще и молятся. Вот, и он собирает правителей, военачальников, которые живут вокруг Израиля. Здесь они перечисляются, начальников Моава, начальников ОМОНа и всех правителей Приморской страны. Ну давайте разберемся, что за Моав, что за ОМОН, что за Приморские страны. Конечно, мы можем читать, сказать, ну какие-то народы, какие-то вы начальники народов или государств. Ну и пойдем дальше, и как бы, ну так, можно понять, о чем рассказ, не закапываясь глубоко. Но в то же время всегда интересно узнать чуть больше, чем нам кажется. Вот, итак, Моав и ОМОН, Моавитяне и Амонитяне являлись дальними родственниками евреев. У праотца нашего Авраама, я не ошибся, он действительно наш праотец, по словам апостола Павла, был племянник, которого звали Лот. И у Лота было два сына, вернее, у него было две дочери, которые вступили с ним в связь, и родились еще два сына, которые одновременно сыновья и внуки. Вот, одного звали Моав, другого Ами, и они стали родоначальниками двух народов, Моавитян и Амонитян. И Моавитяне и Амонитяне были язычниками, они были врагами евреев, хотя Бог говорит о том, что евреи не должны воевать с этими народами. Жители приморской страны, это, скорее всего, либо финики, либо филистимлине, но, скорее всего, финикицы. Значит, и вот этих всех военачальников Лаферн называют сыны Ханаана. Ну, вот, Моавитяне и Амонитяне точно не были сынами Ханаана, ну, потомками Ханаана. Значит, а, конечно, жители приморской страны могли быть, но, вот, если сравнить Вавилонию, да, Вавилон, и вот эти Моав, Амон и эти приморские города, это просто, знаете, как, ну, не знаю, там, булавочная головка по сравнению, не знаю, там, с Глыбою. И поэтому, ну, как, где Лаферн и где эти военачальники? Он там их скопом просто собирает и называет жителями Ханаана, там, сынами Ханаана, потому что они находятся на территории или рядом с территорией Ханаана. Поэтому они, хотя они все разные, у них языки разные, близкие, но все равно разные. Это разные народы, разное происхождение. Вот, поэтому он так, достаточно презрительно на них, там, сыны Ханаана. Вот, и он спрашивает, что это за народ и почему он так сопротивляется? Вот, упорство выйти мне навстречу, то есть выйти и подчиниться. Ему отвечает человек по имени Ахиор. Ахиор – это имя, которое, скорее всего, означает брат света. Вот. И, скорее всего, это имя символическое. То есть, на самом деле, там другой человек. Итак, Ахиор, предводитель сынов Омона, сказал ему. «Выслушай, господин мой, слова из уст раба твоего. Я скажу тебе истину об этом народе, живущем близ тебя в этой нагорной стране. И не выйдет жи из уст раба твоего». Значит, ну, здесь, чтобы было понятно, вот это обращение «раб твой» – это такое обращение, которое было распространено среди низших по отношению к высшим. То есть, я раб твой, в данном случае, конечно, он не был рабом, он был свободным человеком. Но вот такое уничижая себя обращение. Этот народ происходит от халдеев, ну, то есть евреи. Значит, кто такие халдеи, где они жили? Значит, если вы откроете карту и посмотрите в сторону Персидского залива. Ну, Персидский залив там быстро найдем. Значит, в этот Персидский залив впадают две большие реки, которые называются Тигр и Ефрат. И вот, как бы, в том месте, где они впадают, вот эта территория называлась халдеей. Там жил народ, который назывался халдеей. Затем этот народ исчез, но вот эта территория так и осталась называться халдеей. Но кто эти халдеи? Здесь вопрос сложный. Возможно, что это были предки, ну, или даже, почему можно не говорить, не предки, это были арамеи. Какой-то арамейский народ. Возможно. Возможно, потому что это очень-очень давно было. Ну, предполагается. Прежде они поселились в Месопотамии, потому что не хотели служить богам отцов своих, которые были в земле халдейской. И уклонились от пути предков своих, и начали поклоняться богу неба, богу, который они познали. Их халдеи выгнали их от лица богов своих. И они бежали в Месопотамию и долго там обитали. Ну, здесь что интересно. Ахиор пересказывает с купюрами, конечно, историю еврейского народа. Но даже не еврейского народа, а предков еврейского народа. И мы знаем, что этим предком был про отец Авраам. Значит, давайте здесь разберемся, что там за история и о чем там идет речь. Вот, значит, священное писание говорит, что Авраам, тогда он назывался Авраам, жил в городе, который называется Ур, и, как мы добавляем, Ур-Халдейский. Этот город раскопан, его продолжают копать, но он раскопан. Известно, где этот город находился. Сейчас, естественно, там ничего нету, кроме раскопок. Значит, вот Авраам жил в Ур-Халдейском. Потом он переселяется. Это рассказывается по священному писанию. Потом он переселяется в город, который называется Харан. Ну, чтобы представить, где он находился, посмотрите на карту Израиля. И так мысленно двигайтесь на север. Ну, условно, на север. И вот дойдете до одной из рек Междуречия и поймете, что там находился город Харан. Вот там. Оттуда, из Харана, Авраам переходит в землю Хананскую. Вот. Это так рассказывает писание. Различные предания говорят о том, как произошло обращение Авраама. Потому что здесь добавлено, что они не захотели служить своим богам. Их выгнали из Ура. И они отправились, ну, здесь названо, в Месопотамию. Понятно, что речь идет о Харане. Значит, отец Авраама, ну, и сам Авраам были язычниками. Вот. Но потом они пришли к пониманию, точнее, Авраам пришел к пониманию то, что есть истинный бог. Этот бог ему открылся. И они, слушая этого бога, отправились из Ура Халдейского. Ну, здесь, видимо, так перемешивается одно с другим. Нужно понимать, что речь идет о истории евреев, которые рассказывают, ну, вообще-то их враг. И начали поклоняться богу небо. Ну, обратите внимание, что в Священное Писание он называет бог небо и земли. То есть, бог всего. Для язычника сказать так невозможно, поэтому он говорит бог небо. Но бог их сказал, чтобы они вышли из места переселения и шли на землю Ханаванскую. Они поселились там и весьма богатились золотом, серебром и ножницом скота. Вот. Ну, здесь действительно соответствует то, что Авраам со своим домом переселяется в Ханан. Значит, тоже так небольшое примечание, чтобы было понятно, когда вы будете читать книгу «Бытия». Значит, наверняка вы видели какие-нибудь картинки, мультфильмы, может быть, там, фильмы. Итак, как изображается Авраам? Ну, Авраам, Сара, пару человек вокруг, там, три овечки, ну, может быть, верблюды, палатка, ну и все. Ну, конечно, это очень понятно. Мне кажется, что так оно и было. Но, на самом деле, фильмам не хватает иногда финансирования, не хватает просто статистов. На самом деле, конечно же, Авраам и Сара не шли вдвоем, ну, или даже, там, втроем, в пятером. Вместе с Авраамом двигался достаточно большой караван, и было много народа, о чем тоже можно прочитать на других страницах в Библии, в книге «Бытия». И понятно, что Авраам, или Авраам еще тогда, был, ну, назовем так, маленьким вождем, или так, вождем маленького народа. Вот сколько там было людей, не очень понятно. Но давайте вспомним, когда Авраам попытался, и успешно попытался освободить своего племянника Лота, то он набрал только среди своих рабов 318 мужчин, умеющих держать меч. Ну, то есть, понятно, что вокруг Авраама было несколько сотен, а то и несколько тысяч человек, которые ему подчинялись. Ну, дальше. Отсюда перешли они в Египет, так как голод накрыл землю Хананского, и там оставались, пока находили пропитание, умножили там до того, что не было числа роду их. Ну, здесь рассказывается, так, пересказывается с купюрами, естественно, история о том, как евреи переселились в Египет. Здесь оно описывается как добровольное, так они сами решили, хотя, если читать книгу Бытия, их пригласил Иосиф, который был там вторым человеком в государстве. Вот. Ну, более-менее верно передано. «И восстал на них царь египетский и потребил против них хитрость, обременяя их трудом и делание кирпича, и сделав их рабами». Ну, здесь прямо точно соответствует книге Исход. «Тогда они воззвали к Богу своему, и он поразил всю землю Египетскими и сильными язвами, и египтяне прогнали их от себя». Здесь ничего не говорится о Моисее, то есть они взывают, и Бог их вводит. Ну, приблизительно правильно. То есть, действительно, они, евреи, вопили к Богу, Бог послал Моисея, через Моисея на Египет пришли казни, последняя казнь, гибель первенцев, и египтяне их выгоняют. «Бог иссушил перед ними Черное море и ввел их путем Сины, Кады, Сварни, они выгнали всех, обитающих в этой пустыне, поселили в земле Амореев, свою силу истребили всех есеветян, перешли Ордан, наследовали всю Нагорную страну и прогнали от нее Хананей, Ферезеев, Иусеев, Сихема и всех гергесиян, жили в ней много дней». Ну, давайте здесь разбираться, здесь действительно так оно и есть. Черное море – это Красное море. Точнее бы сказать, это не Красное море, а то, что в еврейском тексте Библии называется Ямсуф – море Тростниковое. Ну, мы уже привыкли, Черное или Красное море. Вот. Сины – это, скорее всего, пустыня, Кады, Сварни – это Оазис. Вот. Они воевали, это действительно так. Евреи воевали с амалькетянами в пустыне, поселили зелим Амореев. Значит, давайте здесь вспомним, что это за Амореи. Амореи – это народ. Вот. Они были, они жили в разных местах. И было царство, царство Сигона, царя Аморейского, в городе Есивони. Здесь он упомянут, Есивони, Ванитян. Вот. И евреи захватили это царство. Затем они перешли Иордан и захватили всю вот эту страну. И прогнали, ну, завоевали тех жителей, которые жили там. Там жили не только ханани, вот здесь они там перечисляются. Да, действительно были такие народы. Вот. Евреи частично их истребили, частично их изгнали, частично ассимилировали. Вот. Ну и читаем дальше. «И доколе не согрешили перед Богом своим счастье, было с ним, потому что с ними Бог, ненавидящий неправду». Ну, здесь, конечно, декларация человека, который является язычником, хотя бы по форме. Ну, здесь это исповедание, на самом деле, вера в истинного Бога. И действительно, если читать Пятикнижие, да и не только Пятикнижие, вообще Ветхий Завет, нам известно, что когда евреи слушались Бога и исполняли его заповеди, то Бог их благословлял. Вот. Почему? Потому что Бог ненавидящий неправду. Но когда уклонились от пути, который он завещал им, то во многих войнах они потерпели весьма сильное поражение. Отведены в плен, чужую землю, храм Бога их разрушен и города их взяты неприятелями. Вот. Ну, смотрите как. Ахиор – это говорит человеку по имени Алаферн, который является воедначальником Навуходоносора. Но вот эта история, которая здесь рассказывается, это явная история, которая как раз с Навуходоносором-то и произошла. Вот. Поэтому мы понимаем, что здесь не идет речь о реальном Навуходоносоре, который жил там в 7-6 веке. Вот. Значит, здесь описывается Вавилонский плен, когда в 586 году храм и город Иерусалим были разрушены, а евреи уведены в плен. Ныне же обратились к Богу Суму, они возвратились из Рассеяния, в котором были, овладели Иерусалимом, в котором святилища их и поселились на горной стране, так как она была пуста. Ну, давайте здесь разберемся, что там произошло, как там было. Но, значит, в 586 году Навуходоносор уводит евреев в Вавилонский плен. Там они остаются до 539 года, пока царь Кир не захватывает Вавилонию и создает новую державу. Вот. Евреев он отпускает. Евреи возвращаются. В это время, ну, скажем так, земля не то, что прямо тут вообще никого не было, но людей было очень-очень мало. Они возвращаются, поселяются на своей земле. Почему об этом речь идет? Потому что севернее было северное царство. И ассирийцы вывели людей из этого ассирийского царства, а на их место они поселили, ну, таких же несчастных. Поэтому земля была не пустая. А вот иудея была пустая, и поэтому они там и поселились. Значит, они отстроили храм, владели Иерусалимом, хотя там обладевать было нечем, там были развалины. Ну, в общем, они построили храм, построили Иерусалим. И когда они, то есть евреи, возвращались из рассеяния, вот из этого плена, то евреи возвращались уже другими, не теми, которые уходили в плен. Те евреи, допленные, это такие полуязычники. Эти же евреи уже верили в истинного бога и не поклонялись другим богам. Да, у них были свои проблемы, но они все-таки хотя бы были верны богу. Вот. И какой совет дает Ахиор Лаферна? И теперь, повелитель господинь, если есть заблуждение в этом народе, и они грешат перед богом своим, и мы заметим, что в них есть это преткновение, то мы пойдем и победим их. Бог когда-то обещал, что если евреи отступят от него, то придут завоеватели. А если нет в этом народе беззакония, то есть нарушения закона Божьего, то пусть удалится господин мой, чтобы Господь не защитил их, и Бог их не был за них. И тогда мы для всей земли будем предметом поношения. Ну, такой совет. Ну, говорит язычник, но говорит уже как верующий человек. С Ахиором там будет интересная история, но это в будущем. Когда Ахиор окончил эту речь, весь народ, стоявший вокруг шатра, возроптал, а вельмо жило Аферна и все, населявшие прямую, и землю мало заговорили. То сейчас надо убить его. Понятно, что такие речи унижают язычников. Оказывается, какой-то бог крошечного народа, которого то в плен уводят, то в плен отпускают, из плен отпускают. Ну, в общем, и у них есть какой-то свой бог, и вдруг этого бога надо слушаться, надо смотреть на этот народ как-то. корректировать свои планы. Понятно, что это не нравится, и это вызывает гнев. Причем вопят кто? Ну, понятно, что вопят вельможи Алаферна, но вопят соседи евреев, которые, как и Ахиор, они все прекрасно знают, во что верят евреи, как они живут. Вот. Нужно быть внимательным. Но они не боятся истинного бога и призывают убить Ахиора, потому что мы не побоим сынов Израиля. Это народ, у которых нет ни войска, ни силы для крепкого ополчения. Итак, пойдем повелить Алаферн, и они сделаются добычей всего войска твоего. Ну, здесь все очень понятно. Мы победим, потому что мы сильнее, нас больше, у них нет войска, силы, а за нами такая огромная держава, с нами такая огромная армия, ну и с нами наши великие боги. Мы победим. Мы с вами прочитали пятую главу. В этой главе рассказывается о речи Ахиора, об истории Израиля и его предупреждении посмотреть, как же сейчас живет еврейский народ, благочестиво или не благочестиво, и в соответствии с этим действовать. Мы знаем, что после возвращения из плена евреи пытались жить хорошо, жить праведно, и Господь, хоть и их испытывал, но все-таки спасал. Вот. И плен больше не повторился. Значит, вот Ахиор это говорит, конечно, такие речи никому не нравятся. Что будет дальше, мы уже прочитаем в следующих главах, но это будет уже в следующий раз. Спасибо за внимание. Меня зовут Дмитрий Берч-Добыкин, и мы с вами были на библейском портале Экзегет. До свидания, всего доброго, до встречи. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому!